Вы слушаете программу Вадима Голицына «На волне стремлений». Здравствуйте! В студии Вадим Голицын в эфире программа «На волне стремлений». Дорогие друзья, в гостях у меня арт-терапевт Мария Калашникова. Маша, здравствуй! Здравствуй! Разговаривать будем мы сегодня о медицине и искусстве, или о совместном таком симбиозе и того и другого. Для начала давай расскажем, что такое арт-терапия и как она вообще пришла в твою жизнь. Арт-терапия – это психотерапевтическая деятельность, которую используют для работы с клиентом, для достижения целей с клиентом искусство и творческую деятельность. А искусство в каком виде? Ну, бывает музыкальная арт-терапия, визуальная арт-терапия. Я являюсь представителем визуальной арт-терапии. Есть еще двигательная арт-терапия. Ты как-то сознательно выбрала именно визуальную? Да. Чем она тебя так привлекла? А вообще расскажи, Маша, сначала про все виды хотя бы понемногу. А вот на твоем, на визуальной терапии, на твоей стезе, специфике, мы остановимся более подробно чуть позже. Ну, музыкальная терапия использует музыкальную медиа в работе с клиентами. Это музыкальные инструменты и прослушивание музыки. Двигательная терапия, она использует тело как инструмент. То есть это могут быть танцы, это может быть любое движение. И визуальная арт-терапия использует искусство, краски, талия. Художественное искусство. Художественные материалы. То есть рисуешь? Да. Ты сама изначально художник? Да. Ага. И когда-то ты подумала, неплохо бы, наверное, сначала подумала, неплохо бы заняться боди-артом. А потом, наверное, пришла к тому, что занимаешься визуальной арт-терапией. Или не так всё было? На самом деле я изучала графический дизайн и психологию. И разрывалась между двумя этими отраслями, и арт-терапия, она чудесно совместила эти деятельности. Как давно ты являешься арт-терапевтом? С прошлого года. Для тебя это нечто новое, но уже ты себя чувствуешь там, как рыба в воде. Ну, учиться всегда надо, и развиваться обязательно нужно. Но чувствую себя там хорошо. До этого я практиковала, то есть я использовала какие-то методики, но так как я не была напрямую арт-терапевтом, у меня не было права их использовать. То есть я не могла себя называть арт-терапевтом. Но что-то ты на друзьях пробовала? Обязательно. Но у меня было много практики. И первая практика проходит, естественно, с друзьями. Потом уже начинается работа с клиентами. А Маша, а вообще как выявить, что людям нужна арт-терапия? Какие признаки должны быть у человека, чтобы прийти к тому, чтобы постучаться в твой кабинет? Ну, это так же, как с психотерапией. То есть если вас что-то беспокоит, у вас ситуация, которая требует разрешения, в этом случае можно обратиться к арт-терапии. И человек сам выбирает, какая медиа ему больше подходит. Это будет музыка или визуальное искусство, или танец. Да, но какие симптомы должны быть у человека, чтобы обратиться к арт-терапевтам? Это может быть всё, что угодно. Потому что арт-терапевты, у них очень широкий спектр клиентов. Это могут быть клиенты психиатрических клиник. То есть с клиническими диагнозами люди. Это могут быть простые стрессы. Какие-то бытовые ситуации, которые требуют разрешения. Какие-то социальные конфликты. Работа с детьми. То есть всё, чем занимается психотерапия. Я правильно понимаю, что арт-терапия – это одно из направлений психотерапевта? Не совсем. Она находится немножко отдельно. Но она решает те же задачи, в принципе. Другим способом? Угу. Потому что арт-терапия... Я буду говорить про визуальную арт-терапию. Хорошо. Арт-терапия... У неё много плюсов, в отличие от обычной психотерапии. Она позволяет дистантироваться от проблемы, которые мы хотим решить. Значит, если мы перекладываем её на бумагу, то мы можем посмотреть на неё со стороны, и нам легче её решать. Также, когда мы используем искусство в работе, то мы используем невирбальное общение. То есть, когда человек говорит о своих проблемах, у нас есть определённый фильтр, который блокирует информацию, которая нам не нравится. Посредством искусства у нас больше вероятности, что мы получим объективную картину. То есть, в работу идёт подсознательные процессы. И также это хорошая возможность работы с эмоциями. Потому что напряжение накапливается у каждого человека. Главное – правильно избавляться от него. И искусство помогает. То есть, мы или рисуем для того, чтобы расслабиться и успокоиться, или мы используем экспрессивную терапию, когда мы выбрасываем негативные эмоции на бумагу. У меня друг говорит, что когда какая-то ситуация происходит у него в жизни, какой-то стресс или, может быть, какая-то смена резкая в жизненном темпо-ритме, что-то на работе случилось, что-то в отношениях с девушкой, он сразу говорит, рисовать надо. Всё, что угодно. Вот просто ставишь ручку на бумагу, и вот рука сама пусть рисует, выводит каракули, цветочки, солнышки, портреты, какие-то жёсткие там картинки, всё, что угодно. Главное, чтобы рука рисовала, и тогда становится легче. Да, это помогает, потому что искусство само по себе обладает терапевтическими свойствами. То есть, даже если мы просто рисуем, это уже терапевтическая деятельность. Но это не арт-терапия. Что арт-терапия, она проходит в работе с арт-терапевтом. То есть, вы тоже рисуете. Да. Но ты следишь за тем, что вы рисуете и как вы рисуете, или как это происходит. Да, я направляю процесс. То есть, я задаю наводящие вопросы, я помогаю клиенту понять, что он делает. Мы изучаем эту работу и двигаемся дальше. То есть, в любой работе есть определённые цели для достижения этих целей. То есть, человеку сложно самому решить какие-то ситуации. Для этого он приходит к терапевту. Поэтому, да, я направляю и помогаю. Изначально ты не знаешь, что вы будете рисовать? Нет. То есть, сначала идут вопросы. Да. Ты узнаёшь человека, узнаёшь, какая у него проблема. И только потом из этого складывается какой-то сценарий рисунка, который будет сейчас вырисовываться на бумаге. Да. Всё верно я представил себе. Да. Маша, сейчас ты занимаешься тем, что специализируешься на беременных женщинах. Да. Но изначально у тебя же, наверное, была какая-то практика с другими людьми, не только с беременными. Да. Я работала немножко просто со взрослыми людьми, у которых какие-то небольшие бытовые проблемы, с безработными. И потом я определила для себя наиболее интересующую меня целевую группу. Потому что эта работа с беременной даёт большой потенциал, потому что этот ребёнок ещё не родился. И очень здорово начинать работу тогда, когда мама ещё планирует завести ребёнка. Маша, вот поговорим обязательно сейчас о молодых мамах. Я хочу спросить ещё о тех людях, которые были до беременных. Скажи, были сеансы, когда не получалось рисовать? Да, бывает. Потому что арт-терапия, в принципе, это сложно. Во-первых, людей пугает слово «терапия», во-вторых, пугает слово «искусство». То есть очень часто в работе с клиентами возникает такая ситуация, когда человек говорит, что не умеет рисовать. На самом деле рисовать умеют все дети, например. И потом в какой-то момент у нас случается блок. То есть включается в работу наш рациональный взрослый внутри нас, который слишком рациональный. И он не даёт творчеству выхода. И поэтому у некоторых людей этот барьер настолько сильный, что несколько сеансов мы занимаемся только тем, что пытаемся настроиться на творческую волну. Маша, предлагаю сейчас сделать небольшую паузу в нашей беседе. Продолжим через несколько минут. На волне стремлений Вы слушаете программу Вадима Голицына «На волне стремлений». И снова здравствуйте. В студии Вадим Голицын. В эфире программа «На волне стремлений». В гостях у меня арт-терапевт Мария Калашникова. Маша, а сам сеанс проходит, мы выяснили уже, что задаются вопросы, выясняется образ проблемы, можно так сказать, переносится всё на бумагу. А это единственный рисунок или, может быть, серия рисунков, может быть, какая-то выставка родится? Как правило, это несколько работ. Любой процесс мы начинаем с разогрева. То есть это какие-то упражнения на разогрев, чтобы человек настроился на творческую волну. Это обычно техники, упражнения, задания, которые не несут какой-то смысловой нагрузки, но иногда даже из них получается какой-то результат, и с этим можно дальше работать. И обычно работ много в одном процессе. А работы остаются у клиентов? По желанию клиента, естественно, у клиента есть возможность их забрать, но не все хотят брать с собой. То есть если это, допустим, работа какая-то с негативными эмоциями или переживаниями, клиенты предпочитают оставлять. Или сжигать. Да, это тоже возможно. То есть это даже часть терапевтического процесса. Это тоже, наверное, сказывается. То есть помнишь, передача была по телевидению, что-то там про женщины, когда неплохие эмоции выплёскивали тем, что забирали старые вещи или вещи мужа. Я не помню, как называлась передача. И потом ломали их, крушили, сжигали. И таким образом вот выход эмоциональный происходил, и они успокаивались. Им становится хорошо, что в них этого больше нет. Видимо, это тоже, как у вас, такая часть. Да, это помогает, и иногда мы это используем. Но это, опять же, по желанию клиента. То есть всегда можно спросить, хочет ли человек уничтожить эту работу, порвать, выбросить. Почему уничтожить? Можно же, например, сделать самолётик и запустить в небо, или сделать кораблик и запустить в море. Опять же, это какое-то понимание того, что ты делаешь, и с какой проблемой ты прощаешься, как ты с ней прощаешься. Или какое желание ты запускаешь в воздух или в море, чтобы оно сбылось или не сбылось, уже в зависимости от проблемы. Это я так представляю. Может быть, у вас всё происходит не так. Маш, ты меня переделай. Да, ты абсолютно прав, на самом деле. Но клиент сам выбирает, что он с ним делает. Но это чудесная идея. Бери на вооружение, дарю. Да, спасибо. Мария, ну а вот к беременным перейдём сейчас. Мне кажется, вот все беременные наши девушки, женщины, они изначально уже счастливые. И зачем приходить к арт-терапевту? Какой помощи просить? Или наоборот, к тебе приходят беременные, чтобы ещё больше осчастливить своего будущего малыша и быть счастливой самой? У меня есть два направления в работе. Одно психотерапевтическое, когда у мамочки какие-то переживания или, опять же, какие-то ситуации, которые она хочет разрешить. То есть кризис беременности. Тогда всё это происходит как психотерапия. Есть второе направление. Мы работаем в группах, и там совершенно другие цели. То есть мы не решаем проблемы, мы скорее накапливаем ресурсы и занимаемся подготовкой к материнству. Потому что процесс беременности – это период, в течение которого происходит очень много изменений, как физиологических, так и психологических. И очень важно, чтобы мамочка осознавала все эти изменения и была правильно подготовлена к ним. Чтобы не приходила вечером домой и не срывалась на мужа, да? Да. Ну, это тоже важно. А всё это дело, конечно же, как-то сказывается на ребёнке. Да, обязательно. С какого-то момента беременности у мамочки, у ребёнка единая гормональная система. Это значит, что если очень буквально объяснить, когда мамочка испытывает стресс, то у неё вырабатывается гормон стресса, который ребёнок тоже получает. Если мамочка радуется, у неё вырабатывается гормон радости, ребёнок тоже его получает. Маша, а вот Ваша методика, та методика, с которой ты работаешь, она едина для всех сроков беременности? Или же всё ступенчато как-то? Зависит от группы, которая приходит. Обычно на эти занятия приходят мамочки, у которых уже последний триместр беременности. Когда мама уходит в декретный отпуск, у неё много свободного времени, и вот теперь она занимается собой. А на самом деле, если приходят мамочки на ранних стадиях беременности, то там совершенно другие задачи, потому что на каждом этапе беременности, в принципе, разные процессы, психологические проходы. Кстати, а где можно получить подобные услуги? Ты в каком-то центре? Я работаю в ВИДО Таллиннской центральной больнице. Эти услуги бесплатные у нас? К сожалению, они бесплатные. Или же нужно что-то доплачивать? Хорошо. Маша, вообще скажи, распространено у нас в ВИДО Таллине такое понятие, как арт-терапия? Зависит от целевой группы. С беременными я занимаюсь первой визуальной арт-терапией. Единственная? Да. Понятно. Для меня честь. У нас очень много работают с детьми. У нас в психиатрических больницах есть арт-терапевты. С детьми это очень хорошо работает, потому что с детьми не подходит вербальная психотерапия. Поэтому с ними хорошо играть или рисовать, поэтому детям очень подходит арт-терапия. Насколько мне известно, как раз арт-терапия зародилась от детей, потому что, если я все правильно помню, такой метод начали применять после войны с еврейскими детьми, которые вышли из концлагерей. И вот они были замкнуты, напуганы и никак не могли вернуть их в нормальную жизнь. И начали применять метод арт-терапии. И это сработало. И вот с тех пор как-то пошло-пошло-поехало. Но вот с детьми, да, ты абсолютно права с ними. По-моему, только этот метод может сработать на все 100%. Маша, скажи, пожалуйста, а вот эффект, он 100%? Вы даете какую-то гарантию того, что это поможет? Или же есть процент вероятности того, что, ну, извините, это не к нам? Конечно, есть вероятность. Во-первых, терапевтический процесс, в нем участвуют клиент и терапевт. И терапевт не сделает вам хорошо, если вы сами не будете работать. В этом смысле человек, когда приходит на любую терапию, он должен осознавать, зачем он пришел, и хочет действительно что-то делать для того, чтобы добиться изменений. Это, во-первых. Во-вторых, не всегда между терапевтом и клиентом может быть хороший контакт, потому что контакт – это самое важное, основополагающее, в принципе, любого терапевтического процесса. Поэтому иногда люди просто не подходят друг к другу, или конкретному клиенту не подходит данный терапевт. И что тогда? Тогда ему нужно найти другого. Ты не стесняешься об этом говорить людям? Нет, конечно, нет. А были случаи у тебя такие? Да, один раз у меня был такой случай. Ну, так бывает. Даже один раз я сама ходила на психологическое консультирование, где я столкнулась с тем, что мне не подходит терапевт. И тогда я поняла, что это возможно. То есть ты сама попала в ситуацию, когда тебе не подошел врач? Да. А врач это осознал? Я думаю, да. Ну, все нормально, вы поговорили и разошлись, да? Да. Хорошо. Маша, скажи, а вот в рисунке, мне интересно, а что люди рисуют? Ну, рисуют разные вещи. Зависит от цели, от задания. Ну, самые необычные какие рисунки были в твоей практике? Рисунки? Ну, самое интересное всегда это то, чего человек сам не ожидает. То есть когда он делает какую-то обычную работу, особенно если это на стадии разогрева происходит. То есть мы делаем совершенно обычную работу, без определенных целей каких-то, и оттуда выходят какие-то психологические вещи. То есть какая-то ситуация, которая требует разрешения, то есть работа говорит, со мной надо еще поработать. Ну, это абстрактные вещи или же какие-то конкретные рисунки? Очень по-разному, потому что я для себя определила два вида визуального самовыражения. То есть есть люди, которые только абстрактно самовыражаются посредством цвета и формы, а есть люди, которые привыкли конкретные объекты рисовать, то есть конкретные ситуации. Ну, какие-то были там действительно рисунки такие, что вот запомнились? Или это коммерческая тайна, может быть? Или медицинская тайна? Наверное. Наверное, были, но я вот сейчас даже не знаю, хочу ли я об этом говорить. Это что-то страшное. Мне почему-то, знаешь, что, Маш, представляется вот один из фильмов ужасов, который был в кинотеатре. Ты говоришь о рисунках, и я вот задаю тебе вопрос о необычных рисунках, и мне представляется, вот я картинка сразу вижу, кадры из этого фильма ужасов, где мальчик там вот так круг наяривает чёрной ручкой, и он сам не в себе рисует, рисует, рисует практически до дыр, и вот у него потом камера отъезжает, видно, что вся стена в этих рисунках в чёрных кругах таких зарисованы. Ну, может, что-то подобное ужасное выходило на бумагу? Ну, конечно, выходит иногда, но обычно это связано с ситуацией, то есть с какими-то переживаниями, которые сейчас у человека происходят, поэтому, в принципе, таких сюрпризов больших не бывает, но могут случиться. Хорошо, Маша предлагает сделать ещё одну небольшую паузу в нашей беседе, но обязательно вернёмся. На волне стремлений Вы слушаете программу Вадима Голицына «На волне стремлений» И снова здравствуйте! В студии Вадим Голицын, а значит, в эфире программа «На волне стремлений». В гостях у меня арт-терапевт Мария Калашникова. Маша специализируется на беременных женщинах больше. Ну, кстати, Маша, сейчас к тебе могут обратиться люди небеременные? Да, конечно, но вот именно то, что связано с моей работой, оно всё-таки концентрируется на беременных. А много у нас таких мамаш, которые стремятся посетить арт-терапевта? На самом деле, немного, потому что, так как эта группа достаточно новая, и у нас не так много опыта, то беременных сейчас не так много. А кто приходит больше, Маша, русский или эстонкий? Я думаю, в принципе, одинаково, потому что у меня эстонская группа и русская группа, и вот примерно одинаково, на самом деле. А кто лучше рисует? У меня такие детские вопросы. Я думаю, что это очень индивидуально. Люди, которые более открыты, они лучше рисуют. Хорошо. Так вот, Маша, сейчас, если к тебе прийти, вот простой человек с улицы придёт и скажет, мне нужна помощь арт-терапевта. Ты поможешь? Да, но я сначала узнаю, с какой проблемой он пришёл, потому что, если это, допустим, клинический случай, я не чувствую ещё, что я достаточно компетент. А какая проблема должна быть, чтобы ты сказала, вы знаете, я не смогу помочь вам? Да, я думаю, что это какие-то клинические, то есть, если у человека, допустим, тревожность или какой-то депрессия и так далее, то есть, всё, что связано с диагнозами психиатрическими. Тогда нет. Тогда нет. Тогда ты отправляешь к другому специалисту. Бывали ли случаи, когда те же молодые мамочки приходили на одно занятие, на второе, потом говорили, что-то я ничего не чувствую? Конечно. И что тогда? Ничего. Опять же, или у нас не получилось контакта, то есть, процесс пошёл как-то не так, или у мамочки не так всё серьёзно, то есть, она сама... Это есть такое... Накрутило. Есть такое понятие, как психологический насморк. И, в принципе, человек в состоянии самовылечить. Ну и время лечит. То есть, по любой мелочи, в принципе, нет смысла бежать. Иногда достаточно одного сеанса, чтобы этот насморк увеличить. Ну вот, наверное, да, человек пришёл, может быть, сам себе сказал, а что я приходил, непонятно, мне ничего не произошло. А именно как раз из-за того, что ты пришёл, понял вот то, что с тобой произошло, но ты не понял этого. Как бы я сейчас не говорил запутанно, тем не менее, мы с Машей, по-моему, друг друга поняли. Да. Один сеанс и всё, и ты даже не заметил, как твоя проблема улетучилась. Да. А иногда бывает вот то, что... То, о чём мы говорили с тобой в начале самой... В начале нашей беседы, когда сел дома, сам порисовал и понял, что, в принципе, эта жизнь хороша. Да. И прекрасна. Маша, ты являешься, кстати, также художником журнала Плуг. Да, я иногда делаю иллюстрации для журнала Плуг. Это твоё хобби? Хобби, но у меня есть ещё другая работа, помимо арт-терапии, я работаю графическим дизайнером и иллюстратором в издательстве. Ого! И Плуг в данном случае хобби. А тебе не мешает ничего арт-терапия или графический дизайн? Всё совмещается удачно в твоей жизни? Да, очень удачно. И скорее дополняет, потому что, мне кажется, у арт-терапевта всё-таки в жизни арт-терапевта важно творческое самовыражение. А что больше, к чему больше душа лежит, Маша? Вот пока нету приоритета. Или ты один из тех счастливых людей, который, имея две работы и одно хобби, может сказать о том, что это счастливое, это счастливое, а это ещё лучше. Всё, все три вещи мне очень нравятся, и я люблю это делать. Да, именно так, потому что я долго стремилась к тому, чтобы заниматься именно этими вещами. И сейчас они так замечательно присутствуют в моей жизни. Маша, ну как ты к этому пришла? Я завидую тебе белой завистью. Что делать, чтобы быть таким счастливым человеком? Дай совет. Что надо нарисовать? Надо визуализировать, надо сесть и представить себе вот эту картину будущего. Нарисовать, допустим, как я вижу свою жизнь через три года, через пять лет. Вот чем больше вы визуализируете и представляете себе эту красивую картинку, я думаю, обязательно сбудется. Ну вот буду спорить с тобой сейчас, ведь человек, он по сути своей пессимист. Вот очень мало таких оптимистов, которые являются действительно искренними оптимистами и визуализируют счастливые моменты в своей жизни от начала до конца. Вот сегодня ты начал визуализировать и вот три года ты визуализируешь. Обычно же всё происходит так. Вот сегодня у меня подъём, всё, например, бросаю курить. Всё, пачку выкинул, всё, хорошо, здоровье пышет мне. На следующий день проснулся, рано, погода плохая, машина не заводится, приехал на работу, опоздал, начальник ругается, зарплату задерживают. В общем, сплошной стресс. Да, ай, завтра брошу курить. Точно так же происходит с визуализацией мечты. Ты вроде бы настроен жить хорошо и всё хорошо, но вот обстоятельства давят на тебя. И плохое, оно вылезает больше, чем хорошее. Плохое само как-то вокруг тебя визуализируется. И ты вроде так, ладно, всё, хорошо, завтра начну визуализировать хорошую жизнь. Как анекдоты есть, что, опять же, к вопросу, а бросить курить, например, да? Вечером берёшь плакат и пишешь надпись. Завтра бросаю курить. Лепишь на стену и засыпаешь. Утром просыпаешься, видишь, завтра бросаю курить. И так всё, и живёшь спокойно, что завтра ты бросишь курить. Так как быть счастливым, Маша? Ну, счастливым, ну, это так же, как с любой проблемой, нужно захотеть и нужно для этого работать. Потому что вот это вечное завтра, это значит, что у человека недостаточно мотивации для того, чтобы что-то поменять. А можно прийти к тебе на сеанс и стать счастливым через терапию? Ну, не сразу, может, например, найти вот тот самый путь. Это твой случай? Я думаю, да. Это скорее арт-терапия для саморазвития. Тогда человек познаёт себя, и мне кажется, чем больше человек познаёт себя и разрешает какие-то конфликты внутри себя, тем больше у него возможности быть счастливым. Вот так мы долгими путями пришли к тому, что Маша делает людей счастливыми. Маш, ну это так? Помогаешь людям стать счастливыми? А чего тебе не хватает в жизни, Маша? Чего бы тебе хотелось ещё превзнести? На данный момент я на самом деле довольна тем, чем я занимаюсь, но я собираюсь дальше учиться и расширять свои возможности. То есть арт-терапия это ещё не предел? Нет, я думаю, внутри арт-терапии вот у меня ещё не предел. Ага, ещё будешь расширяться. Да. Хорошо, Маша, я желаю тебе удачи, огромное тебе спасибо за то, что ты нашла время, пришла ко мне в гости. Продолжай делать то, что ты делаешь, и успехов тебе. Спасибо. Это была Мария Калашникова, арт-терапевт, графический дизайнер, как мы выяснили ещё, и просто счастливый человек. В студии был Вадим Голицын, в эфире была программа «На волне стремлений». Всем хорошего настроения и здоровья. На волне стремлений.